итак всем доброе утро шалом банджур hello всем доброе доброе утро добрейше hello банджур шалом банджорно это добавляет юрди не всегда первым молодец вот прям каждый раз первым можно знать куда секрет лангусов шалом светлана карачева шалом виктор крючков топовый поклонник евгений шарапов доброе утро добрейше все максив перенчук вот вчера была сложная мишна радиатива так он прямо очень захватил широко что все просматривается а свобода выбора есть в то же время и по добру судится мир у быту фалам не дудла коли фирова масса этому вчера выучили конечно это глобализм такой до глобализм радиатива был глобальной фигурой вот он был глобальной фигурой среди вот вся цепочка передачи торы рабе актива был один из самых выдающихся таких прямо великанов на этом пути пока все собирается пару слов скажу интересного него была жизнь как вы уже знаете что он был начале он был сын герим принявших иудаизм то есть он не или его родители были которые приняли иудаизм или он был потомок потомок тем кто может внук или правнук который приняли иудаизм и он был вначале пастух такой прямо его увидела дочка олигарха рахель она в нем увидела великую душу она ему сказала иди учи тору я выйду за тебя замуж вышла до него замуж он пошел учи тору и у него ничего не получилось у него ничего не получилось а ее папа выгнала ее из дома и и это было две тысячи лет назад история у нас все задокументировано и у них родился ребенок и он стал опять пастухом и вот такая как бы представляете такой взлет дочь олигарха видит на великую душу он идет учить тору женится на ней папа ее выгоняет из дома рождается сын его выгоняют из ешивы или он уходит но у него не получается он опять пастух представляете ему же около 40 лет и он идет идет он по тропинте со своими овцами видит как вода копает на камень и он говорит если вода сделала дырку в камне он обратил внимание то есть он был такой все-таки пытливый ум он говорит если вода сделала дырку в камне так что словаторы не пробьют в моей голове как бы не пробьют путь к моей душе и он начинает учить тору и причем есть интересная заметка он началю 4 вместе со своим сыном сын кастана пошел в Хедер, и он сел с ним вместе в Хедер, начал учить с нулевого уровня, не зашел сразу в Ешиву, а он именно фундаментально вот эти простые вещи прошел с сыном в Хедере, с маленькими детьми, и что? И потом пошел взлетать выше, 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 и к 80-ти годам стал главным мудрецом в народе Израиля. И он с 80-ти до 120-ти лет, а там были римляне, которые запрещали учить Тору, запрещали обучать Торе, а он обучал детей, обучал взрослых, ему сказали, что как же ты, тебя же посадят в тюрьму, он говорит, ничего страшного, если я учу Тору, так если уже меня Тора не защитит, так меня ничего не защитит. И он учил, учил, учил Тору, и в 120 лет римляне все-таки арестовали тогда самых больших мудрецов, и казнили, казнили, и равен Тиву казнили, то есть его была смерть, его в 120 лет вот такими крючами разрывали его на кусти, вот так вот мясо, и вокруг стояли ученики, и плакали, и говорят, это Тора, это награда за Тору. На небе ангелы, Томуд говорит, ангелы, они Богу говорят, это Тора, это награда за Тору. Как так вообще, что в мире происходит? На что Раби Атива внизу ответил ученикам? Он говорит, вы что говорите, я всю жизнь об этом мечтал. Я всю жизнь, когда говорил Шма-Исраэль, написано, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всем сердцем, это всеми мыслями твоими, беколь левавха, беколь навшиха, всей душой твоей, всей жизнью твоей, да, всем телом, у беколь меодеха, и всем твоим имуществом. Он говорит, имущество я все раздавал, сердцем всем, вообще, я все время с Богом, Бога люблю, а как за Бога душу отдать? У меня не было возможности, то есть, не было возможности проверить вот это вот, смогу ли я, что для меня важнее, в жизнь вот этого биоскафандра, ну, который называется тело, или же, то есть, нельзя себя ставить в этот выбор, но все-таки, вот, если он наступит, я должен жизнь отдать за Бога, да, то есть, моя связь с Богом важнее, чем мое тело, то есть, связь моя, как бы, я, то, что я себя считаю собой, с моей душой и с Богом, должна быть для меня важнее, чем связь моего я, самоосознания с моим телом, потому что я, вот та личность, в которой человек живет, да, личность, его представление о себе, виртуальная личность, если я ее, в сути, привязываю больше к телу, да, то есть, я себя отождествую с телом, значит, все-таки, я тело больше, и тогда человеку тяжело умирать, ему, его, когда он умирает, он, как репенье, которое выходит из шерсти, он цепляется за тело, за этот мир, за свои вещи, как же так, что же будет, а если человек уже при жизни, он я свое цепляет за душу, он говорит, кто я, я луч, я вообще луч в этом теле, кто я, я вообще непонятно, как в нем держусь, как душа может держаться в теле, это вообще загадка, и человек, если он так себя рассматривает, то для него выход из тела, из скафандра, это как волос из молока, выходит из молока, и раб Якива поэтому говорит ученикам, значит, он говорит, говорит, я всю жизнь об этом мечтал, что мы вообще, его разрывают, но он говорит, Шма Исраэль, Адуйной, Элоэйну, Адуйной, Эхоу, Д, и на Д написано, вышла его душа, когда он говорил, Шма, слушай, Израиль, Бог всесильный наш, Бог один, один, един, и все, и он на Д вот это вот говорит, в конце такое, Д, Эхоу, Эхоу, и его вылетает душа, и он уходит, это ученики получили от него урок, ну, урок, почему это так, и зачем это так, то есть, такая смерть, это джекпот, это, это как, ну, то есть, это человек за жизнь зарабатывает баллы, выполняя заповеди, и побеждая свой Ецерара, побеждая стремление своего тела, каждый раз, когда ты преодолеваешь стремление тела, и делаешь заповедь повелевающую, или останавливаешься от того, чтобы сделать что-то запрещенное, куда тебя тело ведет, в принципе, да, и желание, так в этот момент, ты набираешь баллы, но когда ты, как Раби Атива, да, когда его разрывали, и он такой, вау, уходит туда, то, грубо говоря, он, каждая заповедь, это один балл, а это называется, умереть, освещая имя Всевышнего, это миллиард баллов сразу, то есть, это сразу вообще, тиш, ушел на небо, туда пришел, и там вообще он, ну, просто осветил, он, есть другое объяснение, а, теперь, что Бог ответил ангелам, ангелы говорят Богу, сверху, это Тора, это награда за Тору, то есть, ты сделал мир, и самые выдающиеся люди, которые учат Тору, которые всю жизнь тебе отдавали, это такая для них награда, и написано, что Бог ответил ангелам, знаете, что Бог ответил ученикам, ученикам, что Рабиатив ответил ученикам, мы знаем, а что Бог ответил ангелам, он говорит, молчите, говорит, замолчите, так Бог сказал ангелам, или я сейчас уничтожу, или я сейчас разрушу мир, вообще, этот ответ вообще непонятен, как это так, что Бог это ангелам закрыл, ну, это что, ответ на их вопрос, да, говорят мудрецы, это ответ на их вопрос, просто мы не понимаем, что Бог им ответил, нам кажется, что он их замолчит, и типа, а он говорит им, послушайте, говорит, два варианта, что он им ответил, и оба варианта подходят, первый вариант, он говорит, вы хотите понять, что происходит сейчас, для этого мне нужно вернуть мир опять, в то гуга-вогу, в хаос, каким он был до того, как сформировался, и если вы посмотрите, из вот этого изначального положения, вы поймете все, что произошло сейчас, вы не можете понять, вот этот кусочек истории, без предыдущих серий, то есть, вы хотите понять, но мне нужно тогда, это объясняет Магит из Дубна, что когда был один царь, и у него был, у него был портной, и этот царь портному заказал золотой костюм, и дал ему отрез золотой ткани, портной пошил ему золотой костюм, очень красивый, но министры, всякие советники царя, они видят, когда царюш кто-то нравится, они тут же пытаются его сломать, и они говорят царю, о, вы знаете, костюмчик хороший, конечно, ну не очень, но хороший, но ткани, то он украл у вас много, он же ворюга просто, это же всем известно, царь вызывает этого портного, говорит ему, говорят, что ты украл у меня ткань, портной говорит, вы знаете, я предполагал такой разворот событий, и я вам сейчас докажу совершенно спокойно, что я ткань не крал, царь говорит, как, он говорит, давайте сейчас возьмем костюм, я его распарю на кусочке, из которых он сшит, у меня, вот в этом мешочке запакованном, я вам вернул оставшуюся ткань, мы все сложим вместе, и получится тот кусок, который вы мне дали, то есть костюм, ткань на костюме, если его распороть, и опять разложить, плюс те кусочки, которые он оставил, запаковал и отдал царю, если все это распаковать и сложить, опять получится тот кусок ткани ровно, который давали ему изначально, так это первое объяснение, что Бог ответил ангелам, вы должны понять, как мир работает полностью, изначально, чтобы понять, к чему это сейчас пришло, потому что говорят, что рабиатива, это был воплощение души, воплощение души Эвеля, воплощение души Эвеля, был рабиатива, я не помню, вот эти все дилгулимы, это возвращение душ, там и так далее, но что-то там было, что рабиатива, это был душа, там, кого-то из предыдущих поколений, который пришел для того, чтобы что-то там здесь еще исправить, в общем, вот примерно такой был первый ответ, а второй ответ более мне близок, то есть, в чем второй был ответ, когда Бог сказал ангелам, молчите, или я разрушу мир, он имел в виду следующее, что в мире, в мире, мир Бог создавал для того, чтобы люди духовно росли, выполняли заповеди, и переходили на следующий уровень духовности, то есть, делали добро, не делали зло, выполняли заповеди, не делали преступления, в мире, есть еврейский народ, это, ам-исраэль, это народ священников, который должен изначально вырабатывать большую часть вот этой духовной энергии, для того, чтобы, как священники, да, то есть, есть люди, есть священники, и народ Израиля получил вот эту вот функцию, Исраэль, Исраэль это, как цар, как министр перед Богом, и имеет определенный функционал, когда народ Израиля перестает выполнять свой функционал, вот этого народа священников, в мире становится меньше духовной энергии, то есть, если евреи перестают выполнять заповеди, учить Тору, служить Богу, заниматься вот это, для чего Бог вывел их из Египта, и сказал, вы рабами были фараоны, теперь вы рабы мне, и вы должны выполнять эти заповеди, нет вариантов не выполнять, но когда уровень духовности падает, тогда у мира не хватает вот этого вот духовной энергии, для того, чтобы оправдать свое существование, в этот момент, в этот момент, есть в каждом поколении 36 праведников, в заслугу которых существует мир, эти 36 человек, они столько вырабатывают духовной энергии, что в заслугу их существует мир, сказано про рабе Ханина Бендоса, которого мы раньше учились, Мишна Йод, что про него Бог сказал, мир существует за счет Ханины Бендоса, а он сам существует, за счет ведерка в неделю, он в неделю съедал только маленькое ведерко, плодов рожкового дерева, он просто сам, он существовал в дикой бедности, и вообще он из мира ничего не брал, он только отдавал, давал и давал, и мир существует за слугу его, а он существует через ведерко, вот этих вот плодов рожкового дерева, вот эти стручки висят сухие, вообще непонятные. Теперь, когда, что Бог ответил ангелам, он говорит, я сейчас рабе Хиво оставлю, но я тогда разрушу мир. То есть, если я сейчас, если сейчас он не умрет, освещая имя Всевышнего, и не выработает вот этот вот миллиард, мегатонн духовного света, отдавая с радостью свою жизнь за Всевышнего, то тогда, если сейчас не произойдет вот этого события, тогда мир разрушится, то есть, мир уже, он находится на крайней фазе бездуховности. И мир все время, вот он находится в диапазоне некой духовности. Если он поднимается вверх, то приходит Машех, и это уже, мир переходит в следующий уровень игры, такой, да, заканчивается этот уровень, идет духовный свет, там все невероятно, мир меняется. Если мир существует, как сейчас, между добром и злом, это среднее состояние, то каждый человек, он туда вкладывает плюс или минус, если мир спускается ниже определенной черты, тогда мир разрушается. Или, так как уже мир не может разрушиться, то приходит Машех, то есть, на автомате происходит переход на следующий уровень, все зло сгорает, и остаются только те, кто должны остаться. Все, это было вступление, это было сегодня вступление. Мишна сегодня вообще очень, это о Рабиативе. Теперь, сегодня он нам сказал основополагающую вещь, основополагающую вещь, которая, которая, в принципе, очень многое объясняет. Все, начинаем, успеем, успеем, не успеем, завтра. Значит, сказал нам Рабиатива в этой Мишне, уа я умер, а коль на тун ба аравон, он говорит, все дано человеку в этот мир, а равон, это под гарантию, все дано человеку под гарантию. Интересно уже, да, начало? Ба аравон? Нет, аравон это под гарантию, под гарантию. Все дано человеку под гарантию, у митсуда, прусад, аль-коля хаим, и сеть раз, раз брошен, как бы сеть, развернута, прусада, развернута на всю жизнь. Это интернет. И сеть раз, развернута прусад, как парус, от слова парус, сеть развернута на всю жизнь. Ва ханут птуха, магазин открыт, магазин открыт. Что за магазин, сейчас мы узнаем, что за магазин открыт. И магазин открыт. Ва ханвани макив, ханвани хозяин магазина дает в долг, макив это дает в долг. Пинкас это блокнот, он открыт. И рука пишет. Ханвани все записывает, все долги. Ханвани это хозяин магазина. И каждый, кто хочет занять, взять в долг, придет и займет в долг. И они забирают долги с людей, знают люди об этом или не знают. Меда то, что они осознают это или не осознают. Что имеется ввиду? Давайте посмотрим. Значит, Раби Атива нам здесь в этой мишне раскрыл все, что происходит с человеком. Все основы, по которым происходит суд, наказание, страдание, получение удовольствия и так далее. Все в этой мишне раскрыл Раби Атива. Первое, что он нам сказал, что в этом мире все дается под гарантию. То есть, человек все, что он берет, он гарантирует собой, все, что будет дальше. Причем, мало этого, он гарантирует на несколько следующих поколений. То есть, есть известный анекдот, когда один человек пришел в ресторан, что такое вот дается в долг. Написано, ресторан, за все заплатят ваши внуки. Прям вывеска такая, новая такая, маркетинговый ход, за все заплатят ваши внуки. Он думает, какой интересный ресторан. Заходит, что правда? Правда вообще, бери, заказывай все. Он заказывает себе вот такой стол. Все съедает, выпивает, самое дорогое, самое лучшее, самое вкусное. Когда, значит, приносят ему счет за него, он говорит, так внуки же заплатят. Ему говорят, нет, просто подпись поставьте. Он ставит подпись, что внуки заплатят, все, типа внуки, будете платить. Уносят этот счет, и тут ему выносят другой счет, еще больше, чем у него. Он говорит, а это что такое? Ему говорят, это ваш дедушка покушал. Это ваш дедушка покушал, все, давай, плати. То есть, идет на несколько поколений долги дедов, иногда мы платим. Что их, последствия их решений, они сказываются на нас. Теперь, значит, это то, что под гарантию. Митсуда, пруссаль, кола хаим, митсуда, сеть, она развернута на всю жизнь. То есть, сеть имеется в виду, что Бог и его, как бы, вся вот эта система, она развернута на всю жизнь. То есть, человек, он все время находится под контролем, и все, что с ним происходит, оно контролируется с неба. Везет, не везет, споткнулся, упал, разбился, там, заболел и так далее. Вот, умерла недавно, давайте этот урок тоже, что будет для поднятия ее души, чтобы у нее было там много заслуг. Алла Вербер, да, Алла Вербер, Хая, Алла, по-моему ее звали, Хала, Алла Баттова, Баттова, да, Баттова. Чтобы ей было для поднятия ее души. Но она же просто какую-то там, и вдруг, бах, и умерла, заболела. То есть, все, человек живет чудом. Вот это нужно понять и осознать, что везет, это уже то, что человек есть. Вот просто человек сидит, это он должен понимать, что ему везет. Потому что откажи у него одна система в организме, пол системы, миллисистема. Один гормон перестает вырабатываться, он может тут же упасть и умереть. То есть, само нахождение в здоровом состоянии, это и есть уже чудо. Это не, типа, мне должны. Нет, никто тебе ничего не должен. Это чудо. Теперь, это то, что написано, что сеть, она развернута, и каждый человек находится под вот этой сеткой с неба. И каждое его действие, оно контролируемое, и не надо его наказывать. Да? Стоит ему только снять защиту. Вот сейчас мы находимся во время Беном и Царим между теснин. Это не то, что Бог нас наказывает, не то, что Бог дает нам тяжелые какие-то испытания. Вообще нет. Он просто перестал нас поддерживать какое-то время. То есть, он убрал свою защиту, и он говорит, посмотрите, что вы можете без защиты. Вы без защиты ничего не можете. То есть, между теснин это не то, что Бог делает теснины. Нет. Он просто чуть убирает свет, и сразу приходит больше тьмы. Понятно, да? То есть. Теперь дальше. Ваханут Птуха. Значит, жизнь это как магазин. Ты захочешь, берешь что хочешь. Ты можешь взять, поехать в кругосветное путешествие без копейки денег. Ты можешь, например, пойти в цирковое училище, стать клоуном. В любом возрасте. Я знаю, человек, он в 30 лет пошел в цирковое училище, и в 30 лет стал клоуном. Вот он захотел, и все. Ты можешь, ну не ты, конечно, я не советую никому, но есть люди, которые меняют пол. Да, вот он родился женщиной, стал мужчиной, родился мужчиной, стал женщиной. Потом опять туда-сюда. То есть, магазин открыт, все, что ты хочешь, да? Ваханвани мотив, и Бог, он такой добрый, он дает каждому в долг. Он говорит, смотри, то, что у нас было в прошлом Мишне, решут не туда, выбор есть. Выбирай. Хочешь так? На. Хочешь так? На. Хочешь грешить? Давай. Все как бы, ну, Бог, он говорит, я всех поддерживаю. Я всех поддерживаю, всем даю силы, но помните, помните, что все дается под гарантию. Отвечать придется. И добро Бога, это то, что он ждет. Он говорит, ты делай, а я все дальше. Что написано? Пинкас Патуах, блокнот открыт, и рука пишет. Это мы в предыдущих Мишне учили, что посмотри на три вещи, и ты не согрешишь. Что Айн Руэ глаз видит. Озен Шумат ухо слышит. Все твои дела записываются в книгу. Вот здесь нам это напоминает, что так как все дано под гарантию, то каждое твое дело, каждое действие все записывается, 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 записывается. И вот тут дальше принципиальная вещь, чтобы понять, что происходит. Каждый, кто хочет занять, придет и займет. Главное здесь слово Рацион. То есть, человека двигает по жизни его желание. И то, куда твое желание направлено, то и будет. То есть, ты берешь от жизни только через желание. И на это место пишет Робейн Иона. Он говорит, вот есть люди, он так называет, сели в глупцы. Они думают, что мир он дан для удовольствия. И они все время хотят только удовольствия, удовольствия. То есть, они думают, что надо быстрее от мира забрать удовольствие. Они не понимают, что мир создан не для этого. Мир создан для работы, для того, чтобы человек работая, выполняя заповеди рос, и он потом будет получать удовольствие. И в этом мире, и там. Но его целью должно быть не удовольствие, его целью должен быть рост вот этот, да, выполнение заповедей, выполнение того, что Бог сказал делать. Но тот, кто не понимает, выколь, а родце занять. Люди хотят, то есть они берут удовольствие взаймы. И, как, мне очень нравится это выражение, прям, я очень советую его запомнить и записать, что алкоголь, это радость, взятая взаймы у твоего завтрашнего дня. То есть, когда ты пьешь алкоголь, ты, как бы, занимаешь радость у своего же завтра. Потеря здоровья, потеря, там, времени, потеря очень многих вещей. То есть, за вот это вот, ну, а наркотики тем более, когда человек, он хватает такой объем радости, который он не заработал, он себе двинул в вену и лежит, кайфует, да, и так кайфует, что человек может там 10 лет работать и 10 доли такого кайпа не получить. Но понятное дело, что если он украл этот кайф, так он за него заплатит своим здоровьем, он умрет 30 лет. Если человек идет и ворует, да, он деньги не заработал, он украл, выбегает из банка с сумками денег, я миллионер, очередь, и он умер. Пять минут побыл миллионером, отличная жизнь вообще, да. То есть, вместо того, чтобы работать 10 лет и что-то создать для людей, и как следствие получить деньги, он решил пойти наоборот. Вначале забрать деньги, а потом за это надо платить, но у него не было уже времени заплатить. Значит, здесь написано, вы коляру цели львот, я вовы лвэ. Каждый, кто захочет занять, он придет и займет. И дальше идет следующая, следующая вещь. Вы агабаим, махзерим, тадир, бекульон. Габаим это сборщики оплаты. Габаим это те, кто с неба, вот эти вот ангелы, которые собирают долги каждый день. И бах человек тут упал, там заболел, там у него неприятность. Тут он, значит, тут он украл, тут у него там что-то потерялось, да. Ну и так далее. Это все называется агабаим, которые собирают долги каждый день через страдания людей. Вы не фраим, мидоадам, и забирают долги с человека. Но не фраим это забираются долги. Такая форма глагола, что долги забираются с человека. Мидоадо ушло, мидоадо. Знает он об этом или не знает. Вот тут любавичские рэбы, любавичские, не все живы. Посмотрите, политики воруют и не все живы. Все, кто воруют, вот это факт вообще. Посмотрите, все уголовные авторитеты 90-х убили, 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 в тюрьме убили. Все, которые были, мы же не знаем, как эти люди живут. Говорят, политики воруют и все живы. Вообще не все живы. Вот с 90-х годов сменилось все. А сейчас 2000-е годы. И давайте посмотрим, пройдет еще 5-10 лет, и мы посмотрим, как они будут живы, не будут живы. Посмотрим, что с их детьми. Посмотрим, как оно все происходит. То есть не надо говорить, что Всевышний не следит. Это дальше, кстати, написано, что самое страшное, это говорить, что Всевышний не следит. Всевышний за всем следит. И дальше Раби Атима нам сказал, что суд, суд истины, суд справедливый. А теперь давайте поймем, что он нам сказал, что вот эти габаим снимают долги, долги снимаются. Мидату, вышло Мидату. Знает человек об этом или не знает. Вот тут любавичские рэбы, он очень дал такое, очень четкое объяснение. В первой мишне третьей главы Акави Бен Мелалель сказал, что посмотри на три вещи, и ты не согрешишь. Знай, откуда ты пришел, куда ты идешь, и перед тем ты будешь держать Дин в Эхишбон. Дин это суд, а Эхишбон это отчет. И говорит Раби Атима, странно, почему перед Богом, когда человек умирает, он вначале судят его, а потом делают Хишбон того, что он сделал, делают расчет того, что он сделал. Он говорит, это очень странно. И здесь написано, что сборщики налогов, они собирают человека долги, когда он знает об этом, и когда он не знает. И причем написано как бы вместе. Знает и не знает. Он приводит объяснение Бальшантова, основателя хасидизма. Он говорит так, что человек устанавливает меру суда себе сам. Как он это делает? Ему показывают те грехи, которые он делает сам со стороны, и он судит других людей. То есть он судит вначале других людей за такие же грехи, которые делает сам, а потом этим самым он устанавливает на себя меру суда. Его поступки судятся именно по этой шкале, как он судит других людей. Я знаю очень прямо много примеров людей, которые становились религиозными и становились такими очень резко религиозными, которые судили всех остальных религиозных и нерелигиозных, что за это там надо. В общем, они такие проклятия всем рассылали, что просто капец. И потом вдруг с ними начинало случаться все, что они говорили должно случиться с другими людьми. То есть они, судя других, они как бы на себя накладывали вот эту меру суда. И вот это то, что объясняет любая честная раба, от имени Байд Шемтова, что здесь написано, что габаим, вот эти вот оплату с людей собирают, знают люди об этом или не знают. И есть, вы ешь лаэм альмаше и смоху, есть им на что полагаться. То есть нет наказания без преступления. Нет никакого события, у которого не было бы причины. Мы живем в мире причинно-следственных связей. Если мы не видим причину, это не значит, что ее нет. То есть все, что происходит, это следствие чего-то. Если с человеком происходит какая-то ситуация, он причина того, что она с ним произошла. То есть любая ситуация. Человек оказался в этом месте, где он оказался, через тысячи выборов, которые он делал не под давлением. И у него есть решет, как мы говорили, что у человека есть право выбора. Без этого вообще нет, непонятно, как мир работает. Если человек оказался сегодня в этой точке, это значит, что вся его предыдущая цепочка выборов, вся его жизнь, она его привела к этой точке. И на нем ответственная за то, что он тут оказался. Дальше написано, что есть тим вот этим, кто собирают неприятностям, на что полагаться. В1, Дин и Мэт. Суд, суд истины. Вакольми туканли сиуда. И дальше он заканчивает, что смысл всего. Акольми туканли сиуда. Это выражение, все подготовлено для трапезы, праздничной трапезы. Это выражение, которым обозначают грядущий мир, вечная жизнь. И целью всех этих, всех этих иссурим, всех этих страданий, всех этих наказаний, всего этого суда, того, что разорвали раби Акину, цель не в этом мире. Цель она там. Все приготовлено для трапезы, для вот этой вот вечной жизни. И когда человек говорит, почему я страдаю, дедушка, может дедушка, может папа, может ты, может то. Но это страдание, оно, Бог все равно тебя любит. Если бы Бог тебя не любил, Он бы тебя уничтожил. То есть, если бы Бог хотел мир уничтожить, и у него не было бы желания дать добро людям, Он бы просто мир уничтожил. Зачем ему мир? Бог, Он совершенный, Он полностью, как бы, Он совершенный в самом высоком понимании совершенности. Ему ничего не надо, Он хочет давать. То есть, Он дал людям возможность, но дал пути. Или ты идешь путем осознанных страданий. Выполнение заповедей, это путь осознанных страданий. То есть, ты дисциплина, ты шарашишь, ты делаешь. Ты, вот я, например, сейчас, послезавтра пост, 9 ава, да? 9 ава, значит, ну, 10 мы будем поститься. 2-4 часа не есть, не пить. Ну что вы, дурати что ли вообще? Не есть, не пить, страдать, там, и так далее. Три недели уже не мыться горячей водой, не бриться, не стричься. Там, музыку не служить, мясо не есть, вино не пить, и так далее. То есть, Тора это путь осознанных страданий, когда ты заставляешь себя делать то, что надо делать, и потом ты получаешь награду. Нет, хочешь брать сам себе удовольствие, бери, вон стоит там, слава богу, да, там виски стоит, тут вина можно набухаться, тут все. Выпил с утра стакан, и сидишь такой, класс, красота вообще. Потом опять серость наступает, еще стакан, вот, и бахнул, опять красиво. Все, но это ты берешь, как бы воруешь удовольствие, за которое потом надо платить. Или ты наоборот, ты делаешь, 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 потом вечная жизнь в кафе. Все, друзья, значит, Раби Акива нам открыл глаза, как все работает. Я вам желаю, чтобы вы все это поняли, осознали, и чтобы вот эту мешну надо конкретно повторять, я считаю, каждый день, чтобы понять, как жизнь работает. Вот это вот основополагающая мешна о том, как работает жизнь и как в этом мире пройти жизненный путь с минимальным количеством страданий, которые ты сам себе выбираешь, и с максимальным количеством удовольствия, которые пускай приходят уже, какие придут. Бог, я считаю, что любые удовольствия, они хороши, как награда, когда это идет как награда, а когда ты выбираешь, знаете, как люди, вот они прям все свое время тратят для того в поиске удовольствия. Да, они хотят вообще, работа, ну вынуждена пойти поработать, а так я буду сидеть и выбирать удовольствие от того, как вот, это мер не для этого создан. Все, удачи, успехов, напишите, пожалуйста, свои выводы, напишите свои выводы, шаббат, шалом, чтобы было у всех шалом в душе, шалом в везде. Сейчас заканчивается уже скоро вот это вот между стеснин, выходим из стеснин, не-не-не, выходим из стеснин, и, значит, удачи, все, удачи, всем пока. Продолжение следует...